Время новостей Татарстана на ТНВ в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши темы. Изменения в техосмотре. У людей просто элементарно бинтов нет. Не угоря уж об огнетушителе. К чему быть готовым автолюбителем перед ТО этого года, выяснял Рамиль Шайдулин. Трое за решеткой, столько же под домашним арестом. Они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда. Уничтожить доказательства. О ходе расследования хищения в логистическом центре почты Лины Знатулина. Неприятное соседство с плесенью. Кто будет ремонт этот делать? Опять самим? Как плесень выводить? Почему дома в набережных Челнах покрылись неприятным грибком? О ситуации Альбина Менебаева. На огневом рубеже. Сколько раз попало, скажи. Не раз. Для чего юные патриоты со всего Татарстана встали на лыжи и взялись за автоматы, узнал Сергей Хайдаров. Вопрос низких закупочных цен на молоко доведен до премьер-министра России. Сегодня в Сочи это сделал Рустам Мениханов. Если не препятствовать завозу сухого молока, то это обернется серьезными потерями в агропромышленном комплексе. Такова тревога сельчан и глав 50 регионов страны. Без вмешательства Дмитрия Медведева ситуацию не исправить. Как глава правительства отреагировал на просьбу, узнала Дина Газалиева. Главная проблема этой зимы. Именно так селяне называют резкое падение закупочных цен на молоко. В этом году сразу на 5-8 рублей от прежней цены вниз. На этой неделе на коллегии Министерства сельского хозяйства Республики производители молока обратились к Рустаму Мениханову с просьбой довести проблему до руководства страны. В порядке вот наша просьба. Главное учебное время Республики России, вами, Владимир Владимирович Путин, просьба. И о том, что он знал. У нас будет совещание в Сочи с Дмитрием Анатольевичем. Я специально подойду. Надо и справку подготовить историю вопроса. И уже сегодня президент Татарстана поднял этот вопрос на инвестиционном форуме в Сочи. Встреча членов российского правительства и руководителей регионов была посвящена в первую очередь финансовым вопросам и теме инфраструктурного развития регионов. Однако президент Татарстана, взяв микрофон, подчеркнул, что сейчас вопрос цен на молоко волнует и Татарстан, и другие регионы не меньше, а даже больше. Накануне эта тема стала главной в беседе президента Республики с профильным министром страны Александром Ткачевым. Комбинаты купили сухое молоко, восстанавливают молоко, производят продукцию. Из сухого молока какая продукция и какое здоровье наших граждан. Вот поэтому без вашего вмешательства эта тема, наверное, не решится. Если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями. Производство есть никогда. Летом, да, летом был период, когда был избыток молока. Но зимой, чтобы молоко некуда девать, это вот многие коллеги вчера тоже меня поддержали, я бы просил на это обратить внимание. Я дам поручение в этом всем разобраться, потому что мне трудно возразить против тех аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы все-таки должны развивать свою молочную промышленность. Да, у нас общий рынок с нашими друзьями, партнерами из Евразийского союза. Более того, мы не можем его ограничивать в силу подписанного соглашения. Но в конечном счете мы должны думать о наших гражданах. Действительно, если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока, значит, только ради соблюдения экономических принципов, то нафиг нам такие принципы нужны? Надо просто подумать, каким образом из этого выйти. Сегодня же на встрече была затронута тема межбюджетных отношений. Минфин России признал, что налог на движимое имущество, введенный недавно, препятствует развитию бизнеса и будет пересмотрен. Дина Газалиева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, ТНВ, Сочи, Краснодарский край. Татарстан – лидер по реализации социальных проектов. Об этом в Казани заявил директор фонда президентских грантов Илья Чукалин. На реализацию в виде грантов Татарстану выделили 140 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 сумма была в 7 раз меньше – 20 миллионов. Такого не было никогда, сообщил федеральный эксперт. 433 социальных проекта было представлено на конкурс, 89 из них поддержаны президентом страны. Это каждая пятая заявка. Толк в грантах знает теперь и Айдар Ибрагимов. Фермер из деревни Уразла, Зеленодольского района, выиграл полтора миллиона рублей и развел целое стадо овец. Его пример оказался заразительным. О том, как за пять лет увеличить поголовье в четыре раза, расскажет Динара Камалова. Только сегодня родился утром. Если цыплят по осени считают, то фермер Айдар Ибрагимов барашков по зиме сегодня в его хозяйстве пополнение. На свет появился 200 ягненок. А начиналось все с 50 голов, рассказывает Айдар Ибрагимов. Пять лет назад он решил заняться овцеводством. Получил грант, а опыт в развитии сельского бизнеса у него был. До этого занимался пчеловодством. Но держать овец фермеру и прибыльно, и интересно. И это фермерское хозяйство с каждым годом только увеличивается. Так, например, в 2017 году на свет появилось 30 овец. И только с начала 2018-го это число увеличилось вдвое. Ранние подъемы весь день на ферме. Со своим немалым хозяйством Айдар Ибрагимов управляется сам. Говорит, груз ответственности не позволяет подпустить кого-то извне. С нуля построил ангар, возвел загон, купил трактор. Самое главное, чтобы желание было. Соседние тоже деревья приходят из города, тоже забирают. Но обычно у нас, как говорится, это основной взбит на Курбан-Байра. Еще пять лет назад в большерекинском сельском поселении Айрат Ибрагимов был первым и самым крупным фермером. Сейчас, по его примеру, в этот бизнес пришли еще 14 семей. Занимается овощеводством, овцеводством и выращиванием клубники. Администрация города Зеленодольска, Зеленодольского района, кто три коровы и более, им бесплатно дают аппараты. Прям подарок дает. Вот и Айрат Ибрагимов уверен, на одних овцах он не остановится. Кого еще выращивать, пока не определился. Динара Камалова, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Зеленодольский район. С 16 февраля 1976 года с конвейера самого большого в Европе завода большегрузов Камаза сошел первый автомобиль. Это стало событием не только для молодого города, но и для всего Советского Союза. Сейчас за одну смену на автомобильном заводе собирают по две сотни камазовских кабин. Машины создаются по госзаказу для Росгвардии, для скорой помощи. В 2019 году планируют запустить в серийное производство беспилотные грузовики и автобусы. Если даже вспомнят 16 февраля 1976 года, она еще у меня всегда в памяти. Тот день такой торжествовала. Это музыка, это люди, это гости. Все современные технологии, все современные разработки, которые есть сегодня в грузовом транспорте, в грузовом автомобилестроении, мы их используем в наших сегодняшних грузовиках. Не весь транспорт пустят на дороге. В России ужесточили правила техосмотра. Так теперь-то они пройдут авто с зимней резиной только на двух колесах. Также тюнингованные или переделанные машины. Кто еще может оказаться в красной зоне, выяснял Рамиль Шайдолин. Радив Шакирзянов в день совершает по несколько рейсов и раз в полгода заезжает на станцию техобслуживания. Показать тормоза, ходовую, коробку передач. Радив возит пассажиров, поэтому техосмотр для него все равно, что экзамен на профпригодность. Аптичка, огнетушитель, аварийные знаки, ответственность большая, Поэтому машина должна быть всегда в хорошем состоянии. В СТО автобум. С утра это уже 10-я или 11-я машина, желающих успеть пройти ТО максимально без нарушений. Ведь скоро сделать это будет сложнее. В России ужесточили правила техосмотра. Теперь его не пройдут машины с наклейками, без аптечки или без шипов на всех четырех колесах. Это не ужесточение, это нормальная практика. Это так и должно быть. По идее, потому что часто встречаются на дорогах те автомобили, которые реально не в состоянии, грубо говоря, ездить. То есть это же наша безопасность. То есть аптечка, огнетушитель, конечно же, жилет, это все должно быть. Непонятно, что здесь. То ли чиновники хотят найти себе место для работы, чтобы обеспечить это дело, то ли просто жизнь усложнить. Я не увидел ни одного рационального зерна в том, что предлагается. А вот эксперты по техосмотру в Татарстане говорят, новые правки это не изменения, а скорее уточнения в уже существующий свод. Но такие, что проверку выдержит далеко не каждая машина. Так техосмотр может не пройти даже машина, идеальная на первый взгляд. Потому что одно дело внешний вид, а другое начинка под запретом малейшее изменение конструкции. Например, газопаллонное оборудование или какие-либо другие, то при прохождении технического осмотра непосредственно будут проверяться документы в соответствии данного дополнительного оборудования транспортного средства. Чем серьезнее окажутся требования к машине, тем дольше ее будут проверять. Теперь на один и тот же фургон где-то потратят полчаса, а где-то почти час. Впервые перед СТО стало столько конкретики. Я считаю, что это все-таки пойдет на пользу безопасности дорожного движения в первую очередь. Да, придется кому-то там с неисправными автомобилями затратить, так скажем, на то, чтобы привести их в порядок. За другим участникам дорожного движения будет намного безопаснее. Без аптечки не поехать, зато с конденсатом легко. Эти же правила подарили автолюбителям и небольшие послабления. По ним техосмотр можно попробовать пройти с подтеканиями из двигателя, коробки передач или аккумулятора. В новых правках это не запрещается. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Когда IT становится неотъемлемой частью энергетики или 100 тысяч рублей за идею. Сегодня в Казани стартовал Хакатон по поиску инновационных решений в области энергетики. Здесь собрались студенты Иннополиса, Казани, Челнов, Уфы, Нижнего Новгорода и других городов России. У них всего 48 часов для того, чтобы подготовить полноценный проект по внедрению блокчейн-технологий в сферу энергетики. Главное – жизнеспособность идеи. Мы выберем три сильные команды, они получат призы. В частности, за первое место будет денежный приз 100 тысяч рублей, за второе 50 тысяч, за третье 25 тысяч рублей. Но кроме этого, эти проекты дальше будут на преакселерации как нас, как организаторов, так и компаний-партнеров. Половина задержанных за хищение на почте России оказались ранее судимыми. С каждым днем открываются новые подробности скандальной истории. Напомним, сотрудники Казанского логистического центра вскрывали посылки с дорогостоящей техникой и перепродавали содержимое. Сегодня суд избрал меру пресечения для фигурантов громкого дела. О ходе следствия Лина Зинатулина. Гордеев кто? Вы, да, посажите. Первым в зале суда накануне оказался 21-летний оператор сортировочного цеха Данил Гордеев. Есть основания полагать, что подсудимый может продолжить заниматься преступной деятельностью, замечает следователь. И суд выносит решение заключить под стражу на два месяца. В соседних залах другие фигуранты уголовного дела. По версии следствия, преступная схема действует с января 2016 года, а подсудимые объединились в организованную группу. Где работаете? Уголка 24. Так, судимый с установкой законопорядки погашено, да? Да. Грузчик Кирилл Шульга тоже предполагаемый участник схемы. Неоднократно судимый уроженец Сахалина свою вину не признал. И в качестве меры пресечения суд отправил его в СИЗО тоже на два месяца. Сегодня утром в Ахитовском районном суде Казани избрали меру пресечения уже шестому фигуранту дела о хищении посылок. Его заключили под домашний арест. Таким образом, трое оказались за решеткой, столько же под домашним арестом. Для еще двух фигурантов дела мера пресечения выбрана не была. Судом учтена тяжесть, характер и конкретные обстоятельства совершенного инкриминируемого деяния. Данные о личности обвиняемых, а также то, что находясь на свободе, они могут скрыться от органов предварительного следствия и суда. Уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Речь идет об операторе цеха, рабочем и ранее судимых грузчике, начальнике смены и бывшем водителе. Как же в почте России оказались рецидивисты, причем даже на руководящих должностях? Возникает вопрос, всех ли можно нанимать на работу, связанную с материальными ценностями. Наличие судимости ограничивает только на принятие ряда должностей прямо указанных в законе. Государственные службы, УФСИН, то есть те органы, где необходимо пройти проверку. Все остальные работники являются абсолютно свободными в принятии. То есть фактически это воля работодателя. По версии следствия, вскрыто не менее 850 посылок. Сумма ущерба почти 2,5 миллиона рублей. Возмещением средств клиентам занимается Почта России. Но если вина подсудимых будет доказана, организация может взыскать всю сумму с нерадивых сотрудников. Лина Снатольевна, Андресен Тальцев, Азат Самигулен, ТНВ Казань. Когда хозяевами квартиры становятся не люди, а плесень, этот сосед доставляет массу неприятностей жителям дома 21-21 в микрорайоне Замеликеси, Челнов. За полтора месяца потолки и стены обросли черными пятнами. Хотя многоэтажке всего 5 лет. Как быть и что делать, выясняла Альбина Минебаева. Вся плесень, все черное. И в квартире очень холодно. В квартире Юлии Хисматулиной вместо белых потолков черные пятна. Полотно из плесени в детской. Комнату регулярно проветривают, но безрезультатно. Мы сами все убрали, всю плесень, все обработали. Больше ничего не выходило у нас. Одну зиму мы нормально жили. Вот у нас вода на потолке. Полтора месяца такая ситуация уже. У других соседей на потолке капли воды. Влажность высокая, выше 80%. У других жильцов многоэтажки снова плесень. У всех членов семьи Хакимовых начали выходить фурункулы. По словам мамы, проблемы со здоровьем начались после появления грибка. У сына на ноге, который уже идет гноение. Мы ходили к хирургу, нам поставили уколы, прописали таблетки. У меня братишка вышел также на лице. Сейчас в данный момент лежит в больнице. Говорят из-за того, что плесень, грибок какой-то есть. Насколько эта плесень опасна, должен определить Роспотребнадзор. Для этого жильцам нужно обратиться в ведомство. А вот почему пятилетнюю новостройку поразил грибок, разбираются коммунальщики. Самая первая версия неисправен сборник конденсата. Но на чердаке ни капли. Я все сфотографировала, всю эту ситуацию, всю плесень, все капельки воды, фотосъемка есть. Влага в воздухе, да, в воздухе, она не может удаляться из помещений. Она должна где-то осесть. Повышенная влажность – это одна из возможных причин возникновения плесни. В районе Замеликеси-Чулнов жилинспекция проинспектировала 4 дома. Квартиры тоже поразила плесень. Но в них жильцы жаловались еще и на холодные стены. Поэтому строительные огрехи могут создать почву для грибка. Это и качество материала, качество строительства, каким был надзор страны контролирующих органов. Разбираться начал и застройщик многоэтажки. Хотя гарантийный срок дома уже истек. По версии строителей, плесень распространилась из-за натяжных потолков. Данные конструкции могут повлиять на работу системы вентиляции отрицательной. Инспектировать дом застройщик начнет со следующей недели. А вот жилинспекция уже оценила плесень в этих квартирах. По их версии, черные пятна появились из-за нарушения воздухоотмена. Альбина Минебаева, Александр Лобанов, Эльмира Гайнудинова, Дмитрий Кравченко. ТНВ, Набережная Челны, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Добровольно и беспристрастно. Выборы являются одной из сильных жизней каждого человека. Как можно стать общественным наблюдателем на президентских выборах? Узнал Дмитрий Аринин. На огневом рубеже. Сколько раз попало, скажи. Ни разу. Для чего юные патриоты со всего Татарстана встали на лыжи и взялись за автоматы? Узнал Сергей Хайдаров. Татарстан вошел в тройку лидеров среди регионов страны по реализации программы капитального ремонта. В списке также Башкирия, Москва и Московская область. Критерии рейтинга – выполнение плана, масштаб и уровень собираемости взносов. 15 регионов провалили план по капремонту жилья. Должностными лицами уже занимается Генпрокуратура. Активнее реализовывать свой потенциал призвал власти Лениногорского района премьер-министр Алексей Писошин. Второй год подряд район занимает 15 место в республиканском рейтинге социально-экономического развития. Рабочие места нужно сохранять, поддерживать малый и средний бизнес, повышать демографию. Какие еще задачи поставили, расскажет Анна Городнова. Урожай зерновых более 100 тысяч тонн. Лучший показатель района за последние 5 лет. На поддержку сельских товаропроизводителей по разным программам в прошлом году было выделено почти 200 миллионов рублей. Однако отдача пока слабая, особенно в животноводстве и в организации деятельности личных подсобных хозяйств. Мы были в зоне критики несколько лет подряд. В прошлом году и до этого была принята программа по району. Сдоб доходов мы начали выделять для поддержки личных подворья на строительство мини-ферм денежные средства. Нужно поддержать и малый бизнес. В районе полторы тысячи предпринимателей в прошлом году им произведено продукции на 7 миллиардов рублей. Доля их в общем промышленном объеме лишь 13%. Необходимо работать над стимулированием деловой активности населения, активно увлекать предприимчивых людей, участие в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, создавать благоприятные условия для инвесторов. Сегодня каждые десятые тонны татарстанской нефти добываются в Лениногорском районе. Проблемой глава назвал структурные преобразования в местных предприятиях. При этом важно сохранить рабочие места. В течение первого квартала ожидается освобождение более 300 рабочих мест в ООН и на гости нефти строят, в новом инвесторе, в техстах и других, что не только отразится на промышленных показателях, но увеличит число безработных и отток трудоспособного населения. В рейтинге по показателям социально-экономического развития район сейчас на 13-м месте. Хотя раньше был в десятке лидеров, потенциал района нужно использовать активнее. Задача от премьера. Анна Городнова, Фуат Гасим, Влад Шифигулин, ТНВ, Лениногорск. Есть шансы выбраться из красной зоны. Алексей Песошин сегодня с рабочей поездкой побывал в Черемшанском районе. За год район нарастил долю валового территориального продукта почти на 4%, и в 2017-м сумма выросла почти до 19 миллиардов рублей. Но по вовлеченности в процесс среднего и малого бизнеса район по-прежнему на 24-м месте преспублики и на 42-м в отрасли аграрного хозяйства. Чтобы выбраться из списка аутсайдеров, черемшанцам предложили опираться на местные ЛПХ и фермеров. Черемшанский район всегда славился трудолюбием своих сельчан. К примеру, здесь в личных подсобных хозяйствах традиционно выращивали лук-силок на реализацию. Все ярмарки в Казани в основном обеспечиваются из Черемшанского района. Эти хозяйства и подворья должны стать примером для подражания. Войти в десятку лучших районов по сельскому хозяйству республики и решить проблему с очередями в детский сад такие задачи поставили сегодня перед Лаишевским районом. Там подвели итоги социально-экономического развития за прошлый год. Рост производства и промышленных площадей привел и к росту населения. Как следствие, садиков стало не хватать. По экономическим показателям же район в пятерке лучших. Объем инвестиций более 9 миллиардов только за прошлый год. Однако сельское хозяйство пока отстает. С 12-го места в республиканском рейтинге нужно подняться. Если имеем уровень рынка сбыта сетхозпродукции, можно, конечно, заставить более амбициозную задачу. Но мы так передаем задачу, район должен быть как минимум десятки лидеров по показателям РПК. Почти 2500 общественных наблюдателей на сегодня готовы в Татарстане к президентским выборам. Это добровольцы, которые прошли обучение и сдали экзамен. Их подготовкой сейчас занимается Общественная палата республики. По новому законодательству теперь и ее независимые представители гражданского общества смогут следить за ходом голосования. В ящике до начала голосования лежат бюллетени. Какие твои действия? Так, во-первых, я вижу, получается, я это фиксирую. Для этих студентов это не обычный экзамен. Так свою профпригодность подтверждают желающие стать общественными наблюдателями. Отличница Виктория Доброгорская тоже собирается отличать, что можно, а что нельзя делать на избирательных участках. Ей, как будущему юристу, это будет и хорошая практика. Я считаю, что выбор является одной из сильных жизней каждого человека. Каждый имеет право голоса. И очень важно, чтобы каждый человек чувствовал себя частью именно не только государства, но и всего общества. Такие добровольные порывы стать независимыми наблюдателями в Татарстане на сегодня выразили и получили одобрение без малого 2500 человек. Чтобы они подошли к делу с толком, с ними проводят занятия юристы и общественники. Сейчас большинство утвержденных наблюдателей это девушки от 25 до 30 лет. Девушки более тщательно относятся к этому. Они более придирчивые, более рассудительные в мелочах, то есть вплоть до запятых. То есть если парень, он может просто увидеть общий формат, то есть на замечание. Девушки, они прям по букве закона, все прям до формалистики доходят. От обранных независимых наблюдателей общественный палат Татарстана собирается отправить на все избирательные участки республики. А их на этих выборах будет 2817. Общественное наблюдение за выборами носит политически нейтральный, беспристрастный и непартийный характер. Для любого наблюдателя это, конечно, хорошая школа. Это расширяет правовое его знание, кругозор. И, естественно, это все. Вот общественная работа у нас бесплатная. Учить наблюдателей будут по всей республике до 13 марта. Как ожидается, такое внимание к выборам поспособствует их честности и прозрачности. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Всего один заветный шаг. Семья Гатия Тулиных из Отнинского района просит помощи у неравнодушных татарстанцев. Вот уже 13 лет их ребенок болен ДЦП. С каждым годом болезнь сковывает конечности самостоятельно, а зали уже не может передвигаться. В апреле ребенку согласились помочь в одном из частных медицинских центров Казани. Курс реабилитации 180 тысяч рублей. Такая сумма непосильна для семьи. Как помочь Азалии встать на ноги, расскажет Алина Бережная. Живое общение заменили смайлики. Азалии всего 13. Она хочет заниматься танцами, ходить в школу и гулять на улице. Как это делают ее сверстники. Но больше всего девочка мечтает сделать сама хоть один шаг. Долгожитанный ребенок. Мы даже не думали, что у нас дочь будет инвалидом. Вроде всегда говорили, что она в норме, все в порядке будет. Родовая травма, травма, полученная при родах. Вот с тех пор по больницам есть. Детский целебральный паралич. Диагноз, с которым родилась Азалия. Болезнь ребенка поделила жизнь семьи на до и после. Родители ушли с работы. Теперь они круглые сутки с дочкой. Раз, два, три. И так каждый день. Мама Гулюса помогает дочери делать зарядку. Две перенесенные операции, ежедневные процедуры. Все без результата. Болезнь прогрессирует. Суставы твердеют и сковывают движения. Гимнастика на руки, ноги и шею. Без этих упражнений Азалия не могла бы и вовсе шевелиться. Стараемся, чтобы на ноги поставить. Боимся, что... Это, конечно, если что-нибудь с нами произойдет, она же от нас станет. Чтобы хотя бы сама себя могла обслуживать. Вылечить Азалию мало шансов, говорят врачи. Но подарить ей возможность хотя бы передвигаться самостоятельно может каждый. В апреле девочку ждет терапия по китайской технике в одном из медицинских центров Казани. Подарить шаг ребенку стоит всего 180 тысяч рублей. Реквизиты счета на экране. Алина Бережная, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Атнинский район. Побывать на огневом рубеже, ползти под танком и выиграть лыжную гонку. Для этого сегодня на Казанском танковом полигоне собрались участники военно-спортивной игры «Победа». В районных отборах участвовали 12 тысяч кадетов и учеников патриотических центров. В финале оказались только 15 команд. Кому из них удалось выстрелить на этих соревнованиях? С поля битвы Сергей Хайдаров. Оглушительные выстрелы, тяжелая амуниция и запах пороха. Все это так знакомо финалистам военно-патриотической игры «Победа». Сегодня им предстояло пройти полосу препятствий аж в 5 километров. Горячо стало уже в самом начале. Оказавшись на огневом рубеже, стрелкам нужно попасть точно в цель, которая находится в 100 метрах отсюда. Если честно, с этой позиции она кажется совсем крохотной. Также задачу усложняет и сильная отдача после выстрела. Выстрел за выстрелом и участники все ближе к цели. Иван Изосимов оружие в руках держит не впервые. Но сегодня что-то пошло не так. Вот первый выстрел я вот знаю, что я вот сюда вот попал. А потом, когда начали с боков стрелять, меня очень сильно оглушило. Я как бы не мог сконцентрироваться именно на мишени. Сложно поверить, но в военных касках сегодня и девушки. Даша Аринина стреляла впервые в жизни. И это был оглушительный провал. Потому что оглушает и у тебя уже голова едет. Сколько раз попало? Ни разу. Ну а дальше военная игра стала все больше напоминать биатлон. А стрелялись, стали на лыжи и пошли. А где-то даже и поползли. Палками осторожней, Лен! Они стреляют, бегут на лыжах и даже подрывают танк. Чтобы оказаться на этой полосе, ученики всех кадетских школ и военно-патриотических центров прошли серьезный отбор. Из 12 тысяч в финал выше только 170 ребят. И эта игра другая школа жизни. Я думаю, что все ребята, которые участвуют в этих мероприятиях, пусть не все они будут служить в армии, пусть не все они будут офицерами. Но я уверен, что все, кто участвует в подобных играх, в подобных мероприятиях, они будут достойными патриотами и гражданами своей родины. Команда, показавшая лучший результат времени и точности, уже в этом году отправится в Москву. Она будет представлять республику на всероссийских военно-патриотических играх. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». Но сейчас о погоде я же прощаюсь с вами до вечернего выпуска. Он выйдет 21.30. Всего вам доброго. Добрый вечер. Время новостей и спорт на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Сборная России по хоккею крупно обыгрывает словенцев. Медальная копилка пополняется очередными трофеями. Олимпиада в Южной Корее набирает обороты. Хоккеисты нашей страны начали турнир не совсем удачно. Проигрыш от словаков только разозлил команду Олега Знарка. На матч против Словении игроки вышли более чем настроенными. В результате победа 8-2. Утром медальную копилку неожиданно пополнил скелетонист Никита Трегубов. Наш спортсмен выиграл серебряную медаль. Хотя до последней попытки шел на четвертой строчке. Еще одну бронзу на дистанции 15 километров свободным стилем выиграл лыжник Никита Спецов. На эту же трассу вышел и татарстанец Андрей Ларьков, который пересек финишную прямую лишь 20-м. Свою медаль бронзовую я бы хотел, конечно, посвятить своему отцу погибшему. Ведь это он привел меня в лыжи, привел любовь к лыжам. И за это ему огромное спасибо, конечно. Российские бадминтонисты вышли в четверть финал чемпионата Европы в Казани. В последний игровой день группового этапа россияне переиграли сборную Бельгии и возглавили свою группу. Дебютант основной сборной России Шахсот Гламзода без проблем в двух геймах разобрался с оппонентом. За поражение в первый игровой день реабилитировался татарстанский игрок Анатолий Ярцев. Он одержал чуть более сложную победу над Элиасом Браке. Еще по одному очку сборной России принесли Сергей Сирант, а также пары Алимов-Каргаев и Иванов-Сазонов. Таким образом, мужская сборная России выиграла три матча из трех. А женская сборная в одной четвертой финала сыграет против Болгарии. И в завершении футбола Рубин проиграл норвежскому Сарбсбургу на учебно-тренировочном сборе в испанской Марбелии. Встреча завершилась со счетом 1-0. Тем временем сразу два основных игрока Рубина перешли в «Зенит». Эльмир Набиуллин и Магомед Аздоев подписали контракты с питерским клубом. Аздоев пришел в Рубин в июле 2014 года, сыграл за нашу команду 104 матча, забил 9 голов и сделал 9 голевых передач. Эльмир Набиуллин, воспитанник казанского футбола, выступал за молодежную команду, а в марте 2014 года дебютировал в премьер-лиге. За первую команду сыграл 98 матчей, забил 4 гола. До этого, напомним, стало известно, что в казанскую команду вернулся Павел Могилевец. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Время новостей о погоде. Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ – Данил Мастер. Вам нужен шкаф-купе, качественный и недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в феврале со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В республике ожидается повышение температур и осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно, пройдет снег, температура воздуха составит минус 7 градусов. На северо-востоке республики ожидается снег и тоже до 7 градусов ниже 0. На севере Татарстана пройдет снег, будет пасмурно, температура воздуха составит минус 8 градусов. На северо-западе республики похожая картина. Тоже будет идти снег, температура воздуха составит минус 10 градусов. И на юго-западе республики не обойдется без осадков. Там температура воздуха составит от 9 до 12 градусов мороза. В центре республики пасмурно, снег и около 8 градусов ниже нуля. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани ожидается снег и до 10 градусов мороза. Ветер южный умеренный. Атмосферное давление повышенное – 770 мм ртутного столба. Влажность воздуха – 79%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.